Откуда ждать помощи и как защитить себя, если в семье кризис? За время пандемии количество звонков на телефон и доверие выросло примерно вдвое. Самоизоляция привела к росту домашнего насилия. Первичную помощь женщинам готовы оказать в городском клиническом центре. Там работает кабинет медико-социальной помощи. У Ольги двое детей. Сейчас она снова ждет пополнения. Обратившись в женскую консультацию для постановки на учет, она неожиданно для себя нашла здесь поддержку. Семейные отношения зашли в тупик, и женщина не видела выхода из сложившейся ситуации. При первичном обращении женщины беременной или женщины, которая планирует прервать беременность, на прием к акушеру-гинекологу, при разговоре, цель выявить фактор неблагополучия и вовремя направить женщину в кабинет медико-социальной помощи. Сейчас молодая мама живет отдельно от мужа, ведь от домашнего насилия страдают все члены семьи. И самые уязвимые – это дети. У меня старший сын постоянно об этом говорит. Он говорит, когда я женюсь, когда я взрослым стану, я, говорит, на жену никогда руку поднимать не буду. Я всегда буду ей помогать защищать, чтобы она чувствовала то, что есть мужская поддержка. Мы с ним как друзья. Он меня спрашивает, он мне все говорит, что у него на душе. Чувство безысходности часто возникает из-за отсутствия информации. Женщинам кажется, что выхода нет и помощи ждать неоткуда. Это не так. В кабинете работают сразу три специалиста – психолог, социальный работник и юрист. Консультации бесплатные. С начала года здесь побывали около 400 женщин. Женщины чаще всего обращаются по вопросам оформления документов для обращения в государственные органы для получения мер социальной поддержки. Также мы консультируем и помогаем собрать пакет документов. Активно помогает женщинам, оказавшимся трудной жизненной ситуацией, Центр социальной защиты семейных ценностей «Покров». Здесь можно получить разовую материальную продуктовую помощь и даже найти временный кров. Здесь продукты первой необходимости от Центра защиты материнства «Покров», который работает при отделе по церковной удовлетворительности, социальном служении «Чебоксовская-Чебоксовская лепархия». Такую помощь вы сможете получать ежемесячно, до того момента, пока ваша ситуация не справится лучше с трудом. Будьте здоровы, это важно. Мне специалисты здесь оказали огромную помощь. То, что мне было сложно, то, что я хотела услышать, они мне все сказали насчет этого. Созванивались они, они мне привозили продукты. За все это не только им, но и церкви огромное спасибо. Медики убеждены, если женщине вовремя оказать помощь, она никогда не решится на прерывание беременности. А это одна из целей национального проекта «Демография». Наталья Мальчикова, Бахтиар Велиев, Республика.